В Днепре полицейские задержали военного из-за его «уставшего вида», чем все закончилось. В Днепре полицейские остановили машину с военным, белорусским добровольцем спецподразделения в Су Андреем Бессмертным. Правоохранителям показался подозрительным его уставший вид. Ситуация закончилась скандалом, как сообщает РБК Украина, проект «Эстейлер», детали инцидента военный сообщил на своей странице в Инстаграм, скандал с полицейскими и военным, с чего все началось. Бессмертный рассказал, что он ехал с тяжелой боевой задачей с востока Украины. Защитник и его сослуживцы проезжали Днепр, как вдруг у них сломалась машина. Бессмертный завез авто на 100, а сам пересел на другое. На замену он взял машину с европейскими номерами, которые называют «евробляхами». По словам Бессмертного, он уже ехал к сослуживцам, но буквально за 500 метров до места встречи его остановили полицейские, я дал документы, военный билет, спросил, что случилось. На что наглый «мусоренок», пежук Антон, начал рассказывать, что машина на «бляхах». «Бляхах. У нас все машины на «бляхах» и «такое вижу в первый раз». Потом ему не понравилось мое состояние, утверждает военный. Полиция устроила проверку. По словам Бессмертного, после этого полицейский спрашивал, употреблял ли он запрещенные вещества. Военный ответил, что чист, а выглядит уставшим лишь из-за того, что не мог нормально спать уже трое суток. После этого, перевернули, всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам надо проехать на освидетельствование. Обыск. И вот меня везут в диспансер. Дорога, оформление, алкотестер, разумеется, по нулям, и анализ мочи, рассказал Бессмертный. Полиция отказалась подвезти военного. Далее Бессмертный отправился к автоправоохранителей. Он хотел, чтобы полиция довезла его до места, где его остановило, ведь там стояла его машина. Однако услышал отказ, его выгнали из авто. Я подошел к рядом стоящей машине сотрудников, сказал, что военный, и любезно попросил подвезти до авто, совсем рядом. На что сотрудничек выскочил из авто с криками, что он не такси, описал ситуацию военной. Полицейский, которому не понравился вид военного, скриншот, чем все закончилось. В итоге Бессмертный вызвал такси. В это время к нему подошел еще один полицейский и предложил его подвезти. Военный ответил, что другой правоохранитель послал его прогуляться ножками. Доброволец все же доехал до места встречи с сослуживцами. Однако они ждали его полтора часа. Бессмертный отметил, что ему пришлось доказывать полиции, что выглядит как уставший военный, а не как «пьяница» и «наркоман». Как полиция обыскивала военного, скриншот, опускаются руки что-либо делать, когда так относятся к людям, к военным, мораль той басни такова, что разделение и ненависть между военными и полицейскими сеют как раз полицейские, разжигающие ненависть своими поступками. Ни достоинства, ни чести, ни совести у подобных сотрудников, резюмировал военный. Пост военного вызвал бурный резонанс. В комментариях к нему другие защитники пишут, что скандал с полицейскими их сильно разочаровал. А другие украинцы пытаются поддержать военного и просят его не обращать внимания на подобные ситуации, ведь они лишь огорчают. Напомним, недавно в Киеве, Ангелов Азова, выгонялись бизнес-форума, так как мужчин-участников, пугала, военная форма, также мы уже рассказывали, что в сумах военному отказали в льготном проезде на поезде УС.